Здравствуйте! К нам обращается Ксения. Ксения пишет. Уважаемый Сергей Дмитриевич, прошу сделать соляр моему сыну Дмитрию. Дмитрий родился 15 апреля 2003 года. Время 16 часов 48 минут и 1 секунда. Место рождения это Мурманская область, город, который называется Кандалакша. Ну это очень, конечно, северная уже зона. Проживает сейчас в Москве. Важно финансовый вопрос. Ну и чтобы у сына Дмитрия было благополучие. Ну сейчас мы посмотрим по поводу того, что вы просили не озвучивать, но тем не менее посмотреть все-таки важно и необходимо. Сейчас мы это сделаем. Ну и дальше будет понятно, собственно говоря, что со всем этим делать. У меня для вас очень хороший прогноз по тому, чем занимается Дмитрий. Я думаю, что у Дмитрия большой успех финансовый в той области, которой он занимается. Я не стал это все озвучивать вслух, как вы просили, но тем не менее я это посмотрел. Итак, строим для Дмитрия по просьбе Ксении соляр на ближайший день рождения. Ему исполнится 21 год. Соляр включается 14 апреля. Это соляр на Москву. И по первому впечатлению, хотя немножко мы превышаем, конечно, надо бы буквально пару шагов сделать правее относительно Москвы по географической карте. Сейчас я сделаю эти шаги. Мне было важно вывести Марс из шестого дома, чтобы привести уровень стрессовости к норме. Ну и учесть ряд других факторов. Поэтому сейчас мы будем рекомендовать Дмитрию отправиться на ближайший день рождения немного правее Москвы. Но я думаю, что это даже в пределах Московской области. Хотя не обязательно так уж за нее цепляться. Вот, скорее всего, это будет Рязань. Но Рязань это один из ближайших областных центров к Москве. Проверяем, так ли я это понял. Да, я понял правильно. Рязань идеальное место. Просто если он останется в Москве, Ксения, соляр не смертельный, но мне не нравится положение Марса. А вы в пожеланиях к году именно на этом акцентировали ваше внимание. Поэтому пусть Дмитрий запланирует поездку в Рязань. Тоже не так плохо. Запишите данные. Его соляр включается 14 апреля. Это будет воскресенье. Время включения соляра 17 часов 48 минут. Ну, то есть незадолго до 6 вечера. И учитывая такое огромное скопление планет в седьмом доме с Солнцем и Венерой на Десценденте, в момент включения соляра Дмитрию рекомендуется находиться в одном из самых крупных торговых центров Рязани. Ну, проводить хорошо время, совершать покупки. Может быть, там будут какие-то игры, такие вот для взрослых тоже хорошо. 14 апреля, Рязань, крупный торговый центр, 17 часов 48 минут. И последний совет 14 и 15 апреля, передайте это обязательно Дмитрию, чтобы он в одежде как-то побольше, чем обычно, делал акцент на белый цвет. Потому что белый цвет в день рождения принесет ему дополнительную удачу. К нам обращается наша и гостья, и участница стримов доктор Виктория. Здравствуйте, дорогой Сергей Дмитриевич. Благодарю вас за все вебинары и выходы в эфир. Уважаемая доктор Виктория, я надеюсь, что вебинары в скором времени у нас продолжатся. Вы оказались правы, и когда наступила пурпурная девятка, нас с мамой начало бомбить со всех сторон. 8 февраля умирает мой папа. Это очень тяжело. У отца развивался рак желудка, о чем мы не знали, родители в разводе. Нас поставили перед фактом. Ну, в общем, все было очень-очень тяжело. Для доктора Виктории. Тяжелейшая ситуация со смертью и захоронением папы. Очень трудная. И теперь проблемы с бывшей папиной женой, то есть вдовой. И как раз Марс на все это очень сильно повлиял. И маме срочно нужен хороший соляр. Мама родилась под салют 9 мая 1959 года. В 22 часа 5 минут 54 секунды в Москве на Арбате. В роддом Грауэрмана. Вы ректифицировали год назад. Я сама посмотрела соляр на Москву. Что-то мне не понравилось. И такая же картина в Армении. Лишь в Калининграде становится лучше. На длительные расстояния пока не готовы улететь. И скажите, как можно нейтрализовать Сатурн в шестом доме соляра. Ну, это зависит, доктор Виктория, от общей конструкции соляра. Соляр у вашей мамы в этом году включается 8 мая. Действительно, там есть Сатурн в шестом доме. Но не так страшен Сатурн, как светило в доме смерти оба. Включая еще Венеру и Уран. Конечно, это все надо срочно уводить. Не сомневаюсь, что вы правильно все проверили и посмотрели. Но, тем не менее, я тоже должен это проделать. Вот я попробовал Санкт-Петербург. Увел светило. Стало хорошо. Но в восьмом доме при этом у нас оказалось 3 планеты. Но 12-й пустой. Но вот этот Сатурн в шестом. Конечно, питерский соляр, можно сказать, почти идеальный. Я, скорее всего, его сейчас и буду утверждать. Тем более, что день рождения в Питере – это подарок судьбы. В силу логистических и иных причин. Ну, здесь, конечно, не то, что бы я хотел увидеть. Поэтому я возвращаю Питер. Точнее, я попробую Калининград. Вот вы его упомянули в вашем письме. Но, как бы, может быть, все-таки буду за Питер. Калининград, собственно, похож на Питер. Только немножко по-другому стоят планеты. Но выбирая между Питером и Калининградом, наверное, тогда надо остановиться на Петербурге. Поскольку, повторюсь, тут все же нам полегче. Хотя, стоп. Здесь у нас, ну, западнее уже там никуда не... Так, а если Калининград? Я продолжаю сравнивать питерский соляр с калининградским. А вы знаете, доктор Виктория, а все-таки в калининградском соляре на один стрессовый пункт меньше. Поэтому спасибо вам за такую ценную подсказку. Я выбираю для вашей мамы Калининград. Итак, запишите, пожалуйста, параметры ее соляра. Уже нужно покупать билеты, бронировать гостиницу и так далее. Итак, соляр вашей мамы включается 8 мая. В силу того, что год високосный ожидается. Происходит уже время в Калининградской области на 1 час отстает от московского. Имейте в виду. Время включения соляра по Калининграду 14 часов 34 минуты. То есть в пол третьего дня, 8 мая, и в момент включения соляра, видите такую красоту, Венера, Солнце, Луна, Уран, Юпитер, лучше всего в момент включения соляра маме быть в музее Калининграда. Любой музей подойдет, но если есть изобразительных искусств, то еще лучше. Итак, 8 мая 14 часов 34 минуты Калининград музей. И если вам удастся все это воплотить в жизнь, то про Сатурн вот этот забудьте. Тем более, что оснований опасаться Сатурна по направлению движения у нас нет. Планеты в этот день рождения будут очень милостивы к вашей маме, поэтому все будет хорошо. Главное это включить соляр в Калининграде. И теперь, повторюсь, в музее. То, что, собственно говоря, нам максимально и подойдет. К нам обращается наша постоянная гостья и участница разборов гороскопов Юлия. Юлия пишет... Ой, это не Юлия, простите, это Неля. Неля про Юрия. Я не так прочитал. Неля про Юрия задает вопрос. Юрий родился 29 марта 1967 года в 6 утра. Место его рождения город Горловка, Донецкая область. Это вот еще в Грузии есть Горловка. Вот, но Юрий родился, который в Донецкой области. Папа умер в 2010 году, то есть ему было 43 года. А мама пережила папу на 13 лет. Ну, Луна в 8 доме так и должно быть. Так, 43 года это можно провести мини-дирекции асцендента к Сатурну. А если делать по маме, то это 56 лет было Юрию, когда умерла его мама. Это было в августе. Вот. Папа умер в апреле. Ну, я бы, наверное, делал все-таки тогда, хотя соблазнительно уран-дасцендент, очень соблазнительно сделать по маме, и тут будет минимальный сдвиг. А по папе сдвиг будет ощутимее, потому что, ну да, не тот возраст. Тут, конечно, так вот спорно по маме или по папе, но уж очень уран хорошо тут становится, и он недалеко от Луны. Поэтому, возможно, я все-таки сделаю по маме. Мама умерла 19 августа, когда Юрию было 56 лет. Ему было 4 месяца и 21 день. 5, 38, 21. И тогда у меня получается точное его время рождения. Это мы по дате смерти мамы сделали. Сейчас озвучу, запишите его, пожалуйста. Оно еще пригодится, я надеюсь. Это 5 часов утра, 59 минут 30 секунд. 5, 59, 30. Вот Альдебаран, Антарес появились на Си, третий, девятый дом. Женился Юрий в 89 году, молодым. Ему было тогда 22 года. Это Меркурий к Сатурну. Когда он женился, родился сын и дочь. В чем его предназначение? Болеет с 30 лет и по сей день без диагноза. Есть отек во рту. Был в институте стоматологии. Ничего не нашли. Плюс еще проблема с желудочно-кишечным трактом. Сейчас в Краснодаре у дочери. Не знаю, что делать. Могу ли я брать кредит? Очень натянутые отношения с сыном. К сожалению, так. Сын по знаку Зодиака Весы родился 7 октября. Вы знаете, уважаемый Юрий, тут катастрофическая, конечно, у вас история. С сыном, боюсь, помириться никак не получится. Юпитер в пятом доме, сигнификатор дома детей, на неподвижной звезде Проциум. Это такая агрессивная звезда. Поэтому здесь, наверное, просто нужно, ну как бы, хотя бы какими-то довольствоваться натянутыми отношениями, не рассчитывая на, как говорится, взаимность. Вот это очень важно. А также хотел добавить, что кредиты вам, наверное, не стоит брать. У вас ретроградный Плутон, и я бы от этого воздержался. Ну, по поводу того, чем вам заняться, ну вот это главный, конечно, вопрос. По поводу здоровья, здесь тревожит то, что у вас вот соединение Солнца с Сатурном и Луном в восьмом доме, недалеко от южного узла и Марса, это все признаки так называемой родовой кармы. Касательно патологии во рту, то определенная патология есть, очень злой Марс, и вот этот Сатурн в Овне, в соединении с Солнцем, нам об этом говорит. Просто вам, видимо, не удалось найти правильного специалиста. А еще Сатурн указывает, что возможная патология связана с некачественностью протезов, если они у вас есть. То есть, если вы проходили в той или иной форме протезирование, либо имплантацию, то вот это вот скорее с этим связано, и надо как-то в этом направлении поискать, что не является ли это все побочным эффектом вашего протезирования. А так, ощущение постоянного нездоровья это результат родовой кармы. Вот вы сейчас, вам 57, и я надеюсь, что уже через год как-то эта кармическая тема начнет вас отпускать, поскольку вы прошли, пройдете к тому моменту третью проверку лунных узлов. Сейчас я для Юрия построю вот соляр на Краснодар. Он включится в четверг 28 апреля, марта, простите. Но уехать уже, естественно, конечно, никуда не получится. Но соляр, по счастью, этого и не требует. Вполне себе нормальный. Даже, я бы сказал, хороший соляр. И после дня рождения обязательно, Юрий, произойдет улучшение вашего самочувствия. Но, повторюсь, совсем легче вам станет после 59-ти. С сыном вариант или натянутые отношения, или вообще никаких. Вот тут вы просто должны понимать, что, может, натянутые лучше, чем полный разрыв отношений. А такое тоже возможно. Ну, и по поводу работы, ну, тут что-то связанное с детьми, спортом или салоном красоты. Ну, мне трудно сказать, что именно. Но это вам надо подумать в этом направлении. Управитель Зенита в пятом доме и Луна очень сильная. То есть, спорт, бьюти-индустрия и дети. Как вот это все связать и какую профессию выбрать, в смысле, найти место работы, вы определитесь сами. По желудочно-кишечному тракту, ну, я думаю, что не более, чем хронический гастрит. Что касается того, что они вас посылали к психиатру от Урана 5.38, от Сатурна 5.45, нет, у вас депрессивная матрица, она на втором месте в психике. А на первом месте у вас вот матрица идет свободы. Правда, она утяжеленная за счет ретроградности. То есть, такую сильную депрессивность я не вижу. Таким образом, вам необходимо просто немножко взять себя в руки, обратиться к стоматологу, который именно владеет темой протезирования, ну, и еще набраться терпения на один год. через год ситуация со здоровьем начнет улучшаться. Ну, и я надеюсь, вы записали уточненное время вашего рождения. Это 5 часов 59 минут и 30 секунд. Желаю Юрию всего самого наилучшего. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...